Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы обсудить с вами такую тему, как трудовая миграция в Украине. Вот постоянно говорят нам, надо возвращать людей, которые уехали. А я считаю, что эти люди, которые уехали, они сами виноваты, что их страна живет и находится в таком состоянии. Вчера услышал, что 2 миллиона трудовых иммигрантов работают в Польше. Вы вдумайтесь, 2 миллиона, если бы эти люди, которые там работают, сразу сюда возвратились и вышли на улицу с протестами против олигархической системы, Олигархическое криминальное устройство этой страны. Тут уже давно был бы порядок. 2 миллиона людей могли перевернуть бы тут все олигархические планы и все олигархические... Короче говоря, все олигархические паутины, которые тут склила эта бандитская власть. Нет, эти 2 миллиона готовы ездить, можно где работать там. И я еще должен переживать, чтобы эти люди не уезжали никуда, чтобы возвратить их. Говорят, надо делать условия, чтобы эти люди возвратились. Кто должен делать условия для того-то? Те люди, которые уехали работать в Польшу, Германию и тому подобное, они для меня условия какие-то там делают, чтобы я там, куда поехал, было лучше мне. Нет, они поднимают другие экономики, другое все. А вы представьте, чтобы эти люди вернулись сюда. 2 миллиона. 2 миллиона тут можно было не то что Майдан сделать олигархический, которым воспользовались олигархические планы жертвами этих людей. Что-то на то в Майдане было людей. Ну пусть, пусть самое лучшее время, пусть полмиллиона тогда кто-то начиналось. А вы представьте, вышло бы 2 миллиона людей против олигархических планов, олигархов, коррупции и тому подобное. Да 2 миллиона испугало бы не то, что такого-то там Коломойского, Ахметова. 2 миллиона испугает Трампа даже, если 2 миллиона американцев выйдут на улицы. А у нас готовы ездить по заграницам, работать, батрачить везде, но никогда не наведут порядок в своей стране. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, высказывайте свое мнение. До новых встреч на канале ТВ Фотлас.